В Тарском районе собрались дети разных национальностей на этнофоруме «Сибирское разноцветие». Это стало возможным благодаря президентскому гранту, который был выделен на реализацию проекта общественной организации «Местная латышская автономия». 130 детей на протяжении трех дней в лагере «Лесная поляна» прошли краткие курсы по нескольким творческим направлениям. Детский этнофорум «Сибирское разноцветие» собрал в лесной поляне самых активных ребят из села Тарского района. 130 детей из творческих коллективов и 20 руководителей площадок приняли участие в работе в лаборатории, студии, мастер-классах по традиционной русской, немецкой, татарской, латышской, эстонской и народной культуре. Нам очень понравилось. Что здесь новое узнали? Почему приехали сюда? Что было значит, что это новое традиция других народов? Мне больше вчера понравилось, как нам показывали мастер-класс по танцам. Мы участвовали в клубе, а потом нам позвонили и сказали, поедете в лагерь? Мы сказали, всегда. А когда мы сюда приехали, нам тут очень понравилось. Со временем охота домой. Мы ходили на всякие концерты, нас учили вязать куклы. Я встречалась с казаками и подружилась с многими девочками. Такие мероприятия, они очень важны. Лично я считаю, что развитие культуры это очень важно для нашей молодежи, потому что сейчас, ну, куда без этого всего мир, в основном, на культуре-то и построен. Эти формы, да, они очень полезны, я очень многое узнала. Как можно успокоиться, вот, например, перед тем, как выступают, что у некоторых девочек есть, и у мальчиков тоже есть боязнь сцены, вот очень помогают. Мастер-классы очень интересные, научились пустить король. Народный эстрадный танец и вокал ребята изучали под руководством опытных наставников. Хоть дети и постоянные участники самодеятельности, все же многое приходилось делать впервые. Например, ритмический рисунок, игры ложками. Некоторые сельские ребята изучили только здесь. Если подучиться, тогда легко, а так сложно. Мастер-классы несли главную информацию о том, что народная культура с ее календарными праздниками и обрядами является основой полноценного развития общества, а также неисчерпаемым резервом социализации личности. Детский этнофорум «Сибирское разноцветие» проводится в районе в четвертый раз, но в таком формате впервые. Это яркий, перспективный проект, нацеленный на гармонизацию национальных и межнациональных отношений, поддержку ремесел, развитие детского творчества. Этот форум очень необходим для наших сельских ребятишек, потому что у нас образование не позволяет, так как могут преподаватели, которые более на высоком уровне могут преподать то, что мы можем сделать мы. И дети знакомятся с селом, с другим ближайшим, например, заводят новых друзей. Для них это очень важно, дети довольные. Ребята уже с первых дней стали применять в практике полученные знания. То, чему они научились каким-то элементам национального танца на площадке по народной хореографии, у нас прошел хоровод дружбы и площадка, где знакомились с элементами армянского, русского, латышского танцев. Они это использовали уже в других мероприятиях, когда нужно было выполнить какое-то задание. То есть элементы уже включали. Даже сегодня на мероприятии этноспорт тоже были такие задания, когда нужно было придумать какой-то элемент и повторить, а группа должна за человеком повторить этот элемент, то использовали то, чему они научились. Кто научился петь, тот показывал, за ним должны были повторить именно народную песню. Кому-то пришлось за хореографами показывать новые выученные элементы. Не только дети познавали новые и совершенствовали навыки пения. Для взрослых тоже был организован курс подготовки. Вести занятия пригласили хор-мейстеры, руководителя народного вокального ансамбля, хорошие девчата Государственного центра народного творчества Омской области, Мария Цыганок. Я уже не первый раз с ними встречаюсь. Мастер-классы у нас уже очередной раз. Я надеюсь, что это будет и дальше продолжаться, наша вот эта дружба. Они молодцы. Если бы не их вот этот энтузиазм и желание, я думаю, ничего бы не получилось. Но они энтузиасты своего дела и, знаете, такие немножко, наверное, перфекционисты. Они хотят, чтобы коллектив, каждый, да, каждый коллектив был лучше, чем другой. И они впитывают, впитывают как губки. Поэтому даже то, что мы вот с ними делаем, по минимуму, им дает большой запал на будущее для работы. Ну, так скажем, от встречи до встречи. И мы уже приезжая на какие-нибудь конкурсы, фестивали в составе жюри, я вижу, что есть прогресс у коллектива. Поэтому ничего даром не проходит. Замечательное вообще мероприятие придумали наши организаторы, наша администрация, этнофорум, сибирское разноцветие. Потому что очень необходим как детям, так и взрослым. Здесь очень-очень много проходит различных занятий. Тем более, что собираются разные народы, русские татары и белорусы. Мы многому сами научились, многому дети научились. И мы сегодня все это будем показывать на галоконцерте. На борже номер девятый мы служили с Ванькой Браном. Весело было нам! Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Итоги работы творческих лабораторий продемонстрировали на заключительном галоконцерте, на котором представили два десятка ярких номеров, и выставку декоративно-прикладного творчества завершился на форум праздничной дискотекой и песнями у костра.